В ходе своего визита в Бишкек святейший патриарх московский в Сеаруси Кирилл посетил Киргизско-Российский славянский университет имени Бориса Ельцина. Там состоялась презентация книги его святейшества под названием «Свобода и ответственность» на киргизском языке. Издание было осуществлено Бишкекской епархией совместно с отделом внешних церковных связей московского патриархата. На нашем телеканале шла прямая трансляция этого собрания. В Большом актовом зале университета собрались профессорско-преподавательский состав, студенты и гости Киргизско-Российского славянского университета, тепло встретившие святейшего патриарха Кирилла. Собравшимся была представлена книга «Свобода и ответственность в поисках гармонии, права человека и достоинства личности» на киргизском языке. Было также оглашено решение ученого совета ВУЗа о присуждении патриарху звания почетного доктора университета. Затем святейший владык обратился к участникам церемонии с речью, которую посвятил актуальной для современного человечества теме – теме свободы. Богу было угодно образ своей природы вложить в природу человека. Бог свободен. Он свободен в том числе выбирать между добром и злом и совершать добро или зло. Но Бог никогда не совершает зла. Он совершает только добро. И вот по этому образу и создана человеческая душа. У каждого свое понимание свободы и своих прав. И чтобы эти разные понимания не сталкивались в конфликтах, общество регулируется правом. Со временем человечество пришло к пониманию того, что свобода одной личности должна ограничиваться свободой другого человека. Но сегодня многие полагают, что общество, в котором право регулирует человеческую свободу, идеально. И что при этом никаких ограничений человеческой свободы не требуется. И это глубочайшее заблуждение, по мнению предстоятеля. Это способно привести человеческую цивилизацию к духовному, культурному и политическому кризису. Здесь патриарх обратил внимание аудитории на еще один дар, полученный человеком от Творца – на нравственное чувство или совесть. Что такое совесть? Ведь это универсальное понятие. Вот марксистское объяснение совести было очень простым. Совесть формируется окружающей средой. Но тогда должно быть огромное количество разных моделей совести. Разные культурные, экономические, социополитические контексты должны формировать разную модель совести. А ведь этого не происходит. Совесть отзывается на совершенно конкретные вызовы. Эти вызовы очень ясно сформулированы в десяти заповедях. И больше человечество ничего не придумало. Любой беззаконие и несправедливость, свидетелями которых нам случается быть, вызывает наше беспокойство, протест, желание действовать. Мы реагируем на эти вызовы, пояснил предстоятель. Если закон порывает свою связь с нравственностью, он перестает быть для человека обязательным. Но с другой стороны, именно ведь вот без нравственного чувства и свобода по-настоящему работать не может. Там, где начинается свобода другого человека, кончается моя свобода. То ведь этим принципом не покрыть всю множественность, всю вариативность человеческого поведения. Потому что можно себя вести, реализуя свою свободу так, что закон ты не будешь нарушать, но ты будешь наносить ужасный вред душе другого человека. Ты будешь приносить страдания. Только в условиях нравственной ответственности может достойным образом реализовываться человеческая свобода. Патриарх завершил свое выступление призывом, который обращен ко всем нам. Вот если мы хотим быть свободными людьми, если мы хотим строить реально свободное общество, мы никогда не должны разрывать свободу и нравственную ответственность. Это касается личной жизни человека, семейной жизни человека, общинной жизни и государственной жизни. В завершение встречи патриарх Кирилл и сопровождающие его лица осмотрели фотовыставку, подготовленную к визиту предстоятеля в Бишкекскую епархию. Святейший Владыка оставил запись в книге почетных гостей Киргизско-Российского славянского университета.